Друзья, всем привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что вы нашли время и заглянули ко мне в гости. Говорить мы сегодня будем, как всегда, о парфюмерии. Я подготовила для вас подборку топ-5 ароматов «Мои находки осени». Про каждый из этих ароматов мы уже с вами говорили и были распаковки на моем канале. Я обязательно оставлю ссылки на эти видео. Сегодня я бы хотела поговорить более подробно и остановиться на каждом более подробно, поделиться с вами своими ощущениями, впечатлениями, потому что прошло уже какое-то время. И действительно, те ароматы, о которых сегодня пойдет речь, они меня не разочаровали. Я с ними познакомилась поближе и уже могу дать им более подробную характеристику. Давайте не будем затягивать наше вступление и перейдем к самим ароматам и первый парфюм, который открывает сегодняшнюю подборку. Это аромат от бренда «Эксниила» Honor Delights. Вы знаете, я как раз таки, это была почти слепая покупка. До этого я, нет, я пробовала, я сносила небольшой отливантик, но я его сравнивала с другим ароматом от «Эксниила». Что меня привлекло в этом парфюме, это нота ириса. Вы знаете, что я ищу ирисовые ароматы, мне они, в принципе, очень нравятся, и мне хочется найти какой-то необычный ирис. Так вот, в этом аромате я нашла необычное прочтение ириса. Здесь ирис в своем раскрытии действительно, знаете, я ожидала, что это будет какой-то пудровый, нежный аромат, но на мне он раскрылся гурманскими нотами. Аромат 2020 года, вы знаете, вот так вот из флакона он невероятно красиво звучит, и мне вот эту ноту, мне вот этот старт в нем очень хочется продлить. Почему? Потому что здесь заявлены цитрусовые ноты и нироли. На старте здесь такие красивые нироли и бергамот, и это очень необычно. Он стартует ярко, в раскрытии здесь появляются ирисовые ноты, но они, знаете, они совсем не нежные, потому что здесь в сердце аромата заявлено омбретто, и цветок апельсина, и все вместе. Вот происходит очень быстро, знаете, аромат меняется на моей коже и превращается в какой-то, знаете, очень вкусный какой-то он превращается. Десертность, я бы даже сказала, но мне очень нравится, как это звучит. Это как будто бы, знаете, если бы я не знала, какие ноты здесь заявлены, я бы подумала, что здесь есть нота про лине. Но что мне нравится в этом аромате, что он все-таки замиксован вот с этим цитрусом. Да, и за счет этого аромат не звучит очень назойливо, он не звучит очень приторно, он очень приятно пахнет. Конечно, вот этот старт, я когда его первый раз распылила, я подумала, вау, вот это вообще, вот это круто. Но потом он заслащивается. Но не на все, кстати, я почитала отзывы, у кого холодная кожа, он довольно-таки долго звучит вот этими свежими нотами. А на мне быстро, на мне быстро, видимо, эта амбретто, она еще разогревается, и появляются какие-то шоколадные оттенки, знаете, очень приятные такие, молочно-шоколадные. Аромат невероятно красивый. И знаете, что я вам хочу сказать по секрету? Это, наверное, первый раз вот за долгое время, когда мне не хочется делиться и рассказывать про этот аромат. Потому что мне хочется, чтобы он был только моим. Вот вам знакомо такое ощущение? Я, конечно, понимаю, что это нереально, естественно, этот аромат. Я думаю, что он будет очень популярным, он наверняка уже популярен. Но вот как-то хочется мне его для себя сохранить. Классно, я его прям очень активно ношу. Несмотря на то, что это довольно-таки свежая такая моя покупка, мое приобретение. Покупала его, кстати, на сайте randvu.ru, и там была очень хорошая на него цена. Обязательно заглядывайте и не забывайте про то, что я вам оставляю всегда свой промокод. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это действительно находка этой осени. Я буквально недавно вам рассказывала. Была распаковка. Это аромат от бренда «Венецианский купец». Мои жемчужины. Во множественном числе, хотя меня поправили в комментариях. Хотя мне хочется все время сказать «Моя жемчужина». Потому что для меня это действительно такая жемчужинка, находка. Показать вам коробочку еще раз. Коробочка – это отдельная история. Друзья мои, это просто невероятная красота. Вы только посмотрите. Ну это просто что-то с чем-то. И вы знаете, я сразу не разглядела, что здесь на самом деле это сцена. Это сцена очень известного оперного театра, который находится в Венеции, «Ля Финича». Ну честно, первые мои такие эмоции были вау. Потом я уже пригляделась, что здесь и зрительный зал, что это как будто бы сцена. А этот аромат, он красуется на пьедестале на таком. Очень красивое оформление. Если кому-то интересно более подробно, обязательно заходите в видео, где я распаковывала этот аромат. В этом флакончике все прекрасно. Но и сам аромат меня приятно удивил. У меня не было ни отливантика. Я его не носила ранее. Я его пару раз пшикнула в магазине. Что меня поразило в этом парфюме? Его стойкость. Аромат, кстати, тоже 2020 года. То есть это относительно новый парфюм. Меня поразила стойкость этого парфюма. Почему? Потому что он заявлен как очень нежный такой аромат. То есть он в принципе пахнет кремово. Он пахнет белыми цветами. Да, вот если кратко так. Я о нем абсолютно не изменила свои впечатления. В носке мне он показался еще более нежным. Нежным, но в то же время, повторюсь, он очень долго держится и на коже, и на одежде. Чем мне пахнет этот аромат? Он мне пахнет чистотой и свежестью. Как бы это ни банально звучало. Но вы знаете, не мускусной чистотой такой, знаете, когда бывает даже до скрипоты. А здесь все-таки больше помадности и крема. Кто ищет вот аромат в таком направлении про белые цветы, про помадность, про крем? Я не знаю, даже вот эти ощущения, их невозможно описать. Это такой очень женственный аромат. Очень женственный аромат. Здесь в средних нотах заявлены белые цветы, роза, ландыши. Я розы, кстати, здесь не слышу. Для меня это просто какие-то абстрактные цветы. Но в целом пахнет кремовое. Его кто-то сравнивает с кремом Невея. Но вы знаете, я не помню, что так пахнет крем Невея. Но, наверное, какие-то определенные ассоциации есть. Но аромат однозначно достоин внимания. И вы знаете, я начала более подробно знакомиться с этим брендом. Мне посоветовали еще пару ароматов к ним присмотреться, прислушаться. Я обязательно это сделаю. Ну а пока это вот такая действительно моя находка, моя жемчужинка этой осени. Я с удовольствием пользуюсь этим ароматом. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим и который тоже попадает в подборку находки осени, это аромат от Ксержов Дама Бьянка. Этот парфюм я хотела долгое время. Я к нему присматривалась. Это не была какая-то слепая покупка. Я действительно, ну вот я его как хотела, так я его и носила. Он мне, знаете, прям мне уже даже жалко. Посмотрите, уже половина флакона нет. Причем кроме меня его никто не носит. Если, допустим, аромат от Ксержов Лиру у меня носит моя дочка, да, она любит этот парфюм, то вот этот ношу только я. И вы посмотрите, при наличии, в принципе, ну довольно такого немаленького парф-гардероба, он у меня вот так быстро расходуется. У него еще, знаете, распыление такое объемное, мне кажется. Ой, аромат тоже очень красивый. Это нежный аромат. Кому бы я могла посоветовать его? Кто ищет такую мягкую фиалковую ваниль? Вот вам однозначно понравился этот парфюм. Единственное, что многие люди говорят и жалуются на то, что здесь очень ярко слышат ноту алкогольности. Вы знаете, вот пока я не читала, пока я не слышала про вот эти оттенки пива и так далее, я не замечала в этом парфюме алкогольность. Не замечала. А сейчас, сейчас на старте, видите, я его так скромненько пшикнула, чтобы немного. Сейчас на старте я слышу здесь нотку шампанского. У меня такое ощущение, что как будто бы стоит бокал шампанского, где-то неподалеку стоят фрукты. Букет с какими-то такими нежными цветами. Но мне нравится, как я ощущаю этот аромат в базе. Я с вами уже тоже неоднократно делилась о том, что он очень мягко на мне раскрывается. Это такая приятная, теплая, такая слегка запудренная ваниль. Он очень, он очень нежно и деликатно звучит. Это аромат действительно очень мягкий. Он не кричащий. Он не даст вам какого-то бешеного раскрытия, каких-то неожиданных нот. Он просто очень приятный. Вот про него, знаете, больше и не скажешь. Этот аромат очень приятный за счет, наверное, своей такой базы. Здесь немножко есть амбреты, сандала, мускуса. Все здесь, все здесь есть в нем. Мне тоже очень нравится флакон, такое матовое стекло. Я его смело могу рекомендовать тем, кто любит фиалковые, ирисовые парфюмы. Такие слегка сладковатые, но не громкие. Такие в итальянском стиле. Ну, вернее, в стиле даже, наверное, этого бренда. Потому что у него, в принципе, ароматы все такие очень мягкие. Ой, красивый аромат. Итак, следующий аромат. Это аромат от Tom Ford Black Orchid Parfums. Аромат, который мне полюбился. И мне вообще кажется, что это аромат осени. Я вам говорила тоже неоднократно, что я его долго хотела. И он у меня ассоциируется именно с этой осенней, такой уже, знаете, слегка полежавшей листвой. С запахом промокших сырых деревьев. Как будто бы немножко грибочками пахнет, и земелькой пахнет, и листочками пахнет. Но в то же время очень приятны вот эти аромовые ноты, шоколадные ноты, ноты ланг-ланга. Те, кто писал мне о том, что, ну, что хорошего пахнуть сырой землей. Но вы знаете, это такие тонкости. Вы не пахнете сырой землей. Ну, естественно, я не хочу пахнуть сырой землей. Но здесь нотки, они смешиваются. И кажется, что немножко есть эта земельность и в перемешку со сливой. Повторюсь, вот с этими ромовыми аккордами. Аромат очень красиво звучит. Я в нем здесь не слышу как таковой орхидеи. Хотя я уже поняла, что многим этот аромат ассоциируется с какими-то цветочными нотами. Причем такими очень яркими и неприятными. Я не слышу в нем цветочности. Для меня это какой-то больше даже, знаете, аромат про шоколад, нежели... Но не про сладкий шоколад, а про горький. Про горький шоколад, про ликерные какие-то конфеты. Вот что-то такое. Я от него вообще не устала. И мне очень нравится, особенно, знаете, когда на следующий день надеваешь пальто или куртку. И у тебя здесь на запястьях вот этот аромат, остатки этого аромата. Боже, это звучит просто невероятно. Это, знаете, когда тебе хочется чего-то такого, что не похоже на все то, что у тебя есть. Это вот, наверное, мой Том Форд. Это моя любимая черная орхидея. Мне, кстати, многие говорят, что абсолютно не ассоциируют меня с этим ароматом, что как-то странный выбор для меня и так далее. Но вот, знаете, мы же не все друг про друга знаем, правильно? У каждого есть свои секреты. И я абсолютно, для меня это мой, это органичный мне аромат. И мне нравится. Мне все в нем нравится. И нравится его база. И вот эти вот почули такие. Ой, ну он, конечно, бешеный аромат. Следующий аромат, который также вошел в сегодняшнюю подборку, это аромат от бренда State of Mind Creative Inspiration. Да, я вам уже неоднократно про него рассказывала. Но почему я его включила именно в находки осени? Потому что, несмотря на то, что я его приобретала летом, по-настоящему для меня открылся этот аромат вот сейчас, в осенние дни. Аромат невероятно красивый. Если вы еще не слушали этот парфюм, я рекомендую вам обратить на него внимание. Вы знаете, я приобретала этот аромат вслепую, опираясь только на описание, опираясь на ноты. И мне сразу показалось, что он мне точно должен понравиться. Но, во-первых, сама концепция бренда, да, она связана с чаем и с чайной церемонией, которой автор придает большое значение. И, в принципе, аромат про ирис, да, я ищу, вы знаете, я люблю ирисовые ароматы, и мне нравится находить какие-то необычные прочтения. Здесь для меня было все ожидаемо. В принципе, здесь ирис такой очень спокойный. Он вас не удивит, да. Но помимо ириса я здесь слышу какие-то такие приятные полевые цветы, как будто бы пахнет очень натурально, как будто пахнет очень природно. Мне, кстати, недавно в комментариях, по-моему, в Телеграм девушка спросила, посоветуйте аромат, такой аромат без аромата, что-то очень нежное, что-то очень такое свежее. Наверное, я, по-моему, и написала, по-моему, я и посоветовала ей этот парфюм, потому что для меня он действительно очень такой, очень, ну, даже, знаете, не свежий, наверное, да, он все-таки аромат про чай. Я здесь очень хорошо слышу ноты. Он мне пахнет чаем молочным луном, но не приторно. А так очень все, очень, очень деликатно, очень красиво. Аромат в средних нотах здесь заявлено нота риса. Я не знаю, как пахнет рис, но, наверное, он придает здесь вот некую такую пудровость этому парфюму. Цветочные ноты здесь есть. В базе здесь сандал. Мускус и лакричник. Я вам говорила о том, что я лакричник здесь не слышу вообще. Для меня это запах вот молочного чая с таким очень приятным нежным ирисом. Но нужно отдать должное этому аромату. Он довольно-таки стойкий. Он не громкий, но я его слышу в течение дня. Я очень люблю этот аромат наносить, когда я читаю, допустим. Да, он меня абсолютно не напрягает. Вообще, мне кажется, что этот аромат, он даже поможет вам. Вот если вы идете на йогу или куда-то, ну, просто прогулки в парке, да, этот аромат, он абсолютно гармоничный и, знаете, очень ненавязчивый такой. Он как будто вместе с вами так уютно существует в тот момент, когда вы его носите. Вот посмотрите, сколько я его сносила. Я действительно его люблю. Ношу его с собой в сумочке. Даже если утром я нанесла какой-то другой аромат, в течение дня я могу обновить вот этот парфюм. Ну, вернее, не то, что обновить, нанести этот парфюм поверх другого аромата. Кто любит такое направление, не сильно громкое, или, может быть, кто устает периодически от своих каких-то громких ароматов, ему хочется что-то вот разбавить вот таким вот, вот в таком плане, я вам смело могу рекомендовать Creative Inspiration State of Mind. Друзья мои, на этом я буду с вами прощаться. Это был мой такой топ-5 осенних находок. Я надеюсь, что вам было интересно. Давайте встретимся в комментариях. Обязательно напишите о том, какие ваши находки этой осени, какие ароматы вас удивили. Может быть, вы что-то интересное, какой-то бренд для себя открыли. Поделитесь, будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте нажимать колокольчик. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Ну, а я с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.